Привет подписчикам и привет всем кто смотрит мои видео. Практически каждый автолюбитель хотел бы иметь такие шины которые никогда бы не пробивались. Многие скажут что это невозможно. Ну а некоторые знают про технологию РАМФЛЕТ, которая делает покрышки практически непробиваемыми и избавляет водителя от необходимости возить с собой запаску. Но так ли это на самом деле? РАМФЛЕТ езда на спущенной. Технология обеспечивающая возможность работы шины при наличии прокола. То есть данная технология позволяет вам продолжить движение даже на спущенном колесе. Что такое технология РАМФЛЕТ? Основные плюсы и минусы. Особая конструкция шины с технологией РАМФЛЕТ позволяет проехать с проколом в колесе от 50 до 150 км в зависимости от загруженности автомобиля. Скорость движения в данном случае должна быть не более 80 км в час. В итоге шины РАМФЛЕТ обладают следующими преимуществами. При резкой потере давления в шине вы не теряете контроль над автомобилем. Нет необходимости в запасном колесе. Не нужно самому менять повреденное колесо. Можно похвастаться, что у вас особые шины. Однако существуют и минусы у технологии РАМФЛЕТ. Двигаться на спущенном колесе в продолжительное время и на высокой скорости не получится. Такая шина дает только возможность добраться до автосервиса. Из-за особой конструкции демонтажа такой шине нужно особое шинно-монтажное оборудование, которое найдется далеко не в каждой мастерской. Особенно вдали от большого города. О проколе шин РАМФЛЕТ можно узнать слишком поздно. Поэтому в целях безопасности покрышки РАМФЛЕТ могут устанавливаться только на автомобилях с системой ЭСП и татчиком давления воздуха в шине. Шины станной технологии не подлежат серьезному ремонту. Отрицательно может сказываться увеличение вес колеса, который влияет на только вечность деталей подвески, комфорт, а также динамические характеристики автомобиля. Цена на такие покрышки настолько выше обычных, что позволит их скорее всего лишь владельцы дорогих автомобилей. Существует три основных разновидности шин РАМФЛЕТ. Первый шин РАМФЛЕТ с усиленными боковинами. У таких шин более жесткие и утолченные боковины по сравнению с обычными шинами. Второй шин РАМФЛЕТ с поддерживающим кольцом. У такой модели шин РАМФЛЕТ есть внутреннее колесо поддержки, которое расположено по окружности диска. При потере давления в шине автомобиль опирается на поддерживающее кольцо. Третий. Самолечащийся шин РАМФЛЕТ. Наиболее доступная для потребителей технология. У таких шин нет боковых усилителей и опорных колец. Они обладают той же структурой и жесткостью, что и обычная резина. Данная технология подразумевает содержание внутри колеса дополнительного слоя из герметизирующего материала, который обеспечивает герметизацию небольшого отверстия при его возникновении. Ну и подведем итоги. Итак, что такое шин РАМФЛЕТ мы выяснили. Теперь выбор за вами. Если цена для вас не проблема, а возможность продолжить движение при спущенном колесе находится в приоритете, то такие шины ваш варианты. В противном случае лучше ездить на обычных. В конце видео просто подписаться на канал, нажать на колокольчик, палец вверх и спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok